Выражаем благодарность организаторам, так как предоставленную возможность поделиться нашим опытом. Данная презентация не содержит скрытых вложений, отсутствует конфликт интереса. Несмотря на то, что рак поджелудочной железы был описан в далеком 1760 году Джованни Батиста Моргани в его известном научном труде, до сих пор рак поджелудочной железы вызывает ряд вопросов и актуальность не вызывает сомнений. Итак, рак поджелудочной железы занимает 13 место по частоте встречаемости среди злокачественных опухолей, 4-е ранговое место среди злокачественных опухолей желудочно-кишечного тракта, 6-е место по онкологической смертности. Содные статистические данные по отдельным регионам нашей страны свидетельствуют об увеличении числа рака поджелудочной железы за последние десятилетия. Но здесь следует оговориться, что увеличивается не только абсолютное число вновь заболевших, но и улучшается качество диагностики. И прогноз при раке поджелудочной железы крайне неблагоприятен, что связан с быстрым метастазированием и ранней локорегионарной инвазией. На данном слайде приведена недавняя статья 2017 года, и видно, что практически локорегионарная инвазия обнаружена в каждом случае. При этом обнаруживается через 15 месяцев просто проведенного лечения. Если же идет сочетание локорегионарной и дистантной прогрессии, то обнаруживается через 10 месяцев. Следует отметить, что переневральная инвазия является причиной локорегионарных рецидивов у больных раком поджелудочной железы. Итак, целью данной работы – изучить эпителиально-мезонхимально связанные маркеры в сочетании с переневральной инвазией при протоковом раке поджелудочной железы. Работа основана на операционном материале, полученном от 100 больных, находившихся на лечении в хирургическом отделении Буткинской больницы в период с 2006 по 2010 годы. Проводилось гистологическое и гистохимическое исследования. Кроме того, были изучены 14 эмбрионов человека на сроках от 6 до 21 акшерской недели, об этом чуть позже. Основные морфологические данные приведены на данном слайде. Мы обнаружили статистически значимые корреляции между полом и возрастом, однако следует отмечить, что у лиц мужского пола рак поджелудочной железы несколько омладился. Если ранее мы не обнаруживали рак поджелудочной железы у мужчин в возрасте 40-50 лет, то сейчас это практически норма. Показатели первичной опухоли. В большинстве случаев это были местно распространенные раки, то есть ПТ-3 локализация, инвазия в стенку 12-перстной кишки или в парапанкреатическую жировую клетчатку. В 50% случаев это были умеренно дифференцированные формы, однако следует отметить, что в 24 случаях обнаружен так называемый анопластический или саркомоподобный компонент, представленный крупными полигональными клетками с минимальным сформальным компонентом. При этом объем анопластического компонента минимальный, не являлся преобладающий, занимал до 10% от объема общей массы опухоли. Следует отметить, что у больных с наличием анопластического компонента мы чаще обнаружили Р1-резекция. В 65% случаев обнаружено поражение лимфатических узлов и в 33% случаев отмечался Р1-позитивный край. Теперь чуть подробнее про переневральную инвазию. Так, при раке поджелудочной железы переневральную инвазию следует разделять на три вида. Это интерпанкреатическая, обнаруженная в поджелудочной железе, непосредственно в опухоли, панкреатическая внеопухолевая и экстрапанкреатическая переневральная инвазия, обнаруженная в зоне верхней мезонтральной артерии или медиальный край. И если же хирурги удаляют чревный стол, соответственно, в чревном стволе. Интрапанкреатическая переневральная инвазия в нашем случае обнаружена в 84% случаев, но большого прогностического значения она не имела. Почему так происходит? Для этого и были как раз-таки изучены эмбрионы человека. И мы видим, что на данном слайде очень тесное развитие нервной ткани и ацинарной, и протоковой структуры. Настолько близко располагаются, если можно так сказать, интимно протоковые структуры и нервной ткани, и именно это обуславливает тропность протокового эпителия к нервным стволикам. Кроме того, есть работа Суансона, которая показывает, что муцинодин, это муцин протокового эпителия, также взаимодействует с рецепторами швановских клеток и тем самым способствует развитию переневрального роста. А мы знаем, что в 90% случаев рак поджелудочной железы – это муцин-1, позитивные опухоли. Также следует помнить, что переневральная инвазия – это результат мультинаправленной передачи сигналов между опухолевой клеткой и нервом. Если вы не помните, то я вам напомню, что нервные стволики окружены коллагеновым, коллагеновыми волокнами, и чтобы проникнуть опухоли и клетки, очень много необходимо матриксинов, коллагеназ, желатиназ для растворения. И протоковые эпители также, протоковый рак поджелудочной железы, также очень здорово вырабатывает эти коллагеназы и желатиназы, тем самым способствует переневральной инвазии при раке поджелудочной железы. Совсем другие данные мы получили при анализе экстрапанкреатической переневральной инвазии. Она обнаружена всего лишь в 32% случаев, но все больные, прожившие более двух лет, поражение экстрапанкреатических нервных сплетений мы не обнаружили. Кроме того, мы выявили прямую корреляционную зависимость между интро- и экстрапанкреатической переневральной инвазией. Как взаимодействует интро- и экстрапанкреатическая переневральная инвазия? Чтобы это понять механизм, мы использовали многихистский химический метод. Для изучения более большого объема материала мы использовали так называемые микро-арреи, сконструированные в формате мультитвимора-аррей. Блок состоял из 23 образцов ткани, включенные в первичную опухоль, интропанкреатические нервные сплетения и экстрапанкреатические нервные сплетения. И в результате мингистохимического исследования обнаружено, что как в интропанкреатических, так и в экстрапанкреатических нервных сплетениях выражена экспрессия Екатгирина, отсутствие Энкатгирина и отсутствие в опухолевых клетках виментина. Тем самым мы пришли к выводам, что при протоковом раке поджелудочной железы не выявлен эпителиально-мезонхимальный переход при переневральной инвазии. Большой процент интрапанкреатической переневральной инвазии, статистически значимая корреляция между интра- и экстрапанкреатической переневральной инвазией, отсутствие эпителиально-мезонхимального перехода, говорят о том, что поражение экстрапанкреатических нервных сплетений является инфильтративным характером роста, а не метастатическим, и является причиной локорегионарного рецидива у пациентов с протоковом раке поджелудочной железы. Безусловно, это требует комбинированного подхода к лечению, включая хирургическое вмешательство, дополненное проведением интероперационной лучевой терапии. На данном слайде показана методика интероперационной лучевой терапии в Боткинской больнице. Между резекционным этапом и реконструктивным этапом добавлен интероперационная лучевая терапия в дозе 20 ГРЭЙ в зоне ложеудаленной опухоли. Данная процедура значительно не увеличивала время оперативного вмешательства, а также не влияла на восстановительный период у больных после проведенной операции. Но доза 20 ГРЭЙ достаточна для профилактики локорегионарного рецидива и при этом отсутствовало поражение окружающих тканей. Благодарю за внимание. Продолжение следует...